Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас, как вы поняли, мукбанг. А еще я сегодня снимаю для вас влог, который, наверное, выйдет сегодня вечером или завтра утром. Посмотрим, в общем, как карты лягут. Сегодня мы едим вкуснейшее пюре. Прям воздушное. Я добавила сюда немножко молока. Получается просто обалденно. Очень нежно. Здесь котлеты. Я их просто пожарила, приготовила их мама. Она снимала в видео заготовка полуфабрикатов на месяц. И вот там были эти куриные котлетки. Здесь внутри сыр. В общем, обалденная штука. Помидор. Два яйца деревенских. Огурчик. Маслины оливки. Сырочек. Йогурт. И обалденное настроение. Почему-то у меня чешется нос. Говорят, что когда у тебя чешется нос, кто-то по тебе скучает. Интересно, кто же по мне скучает? Сегодня необычный день для нашей семьи. Много лет назад, в сегодняшний день, в нашу семью пришла беда. Это давно было. Еще тогда меня не было. Дет 30 назад это было. В общем, бабушкин сын, то есть мой дядя, сегодня умер. Мы каждый год на протяжении 30 лет всегда поминаем его в этот день. Несмотря на то, что с момента его смерти прошло уже столько лет. Мне кажется, это неизгладимая просто рана для матери. Я вот всегда, это 19 число, когда что-то готовлю, всегда мы поминаем его. Моя бабушка была в этот день на похоронах. Приехали родственники. И спросили, где бабушка. У нас есть новости. Соседская бабушка в этот день умерла. В общем, бабушка там помогала. Так как это близкие соседи. Приехали родственники. И сказали, что моего дядю его звали Ниазим. Что он умер, его больше нет в живых. Естественно, для бабушки, для всех это был просто шок. Так как он поехал учиться. Не помню, в какой город. В то время, по-моему, Ленинград был. По-моему, туда. Бабушка так рассказывала. Бабушка не поверила. Что такое возможно. Сначала подумала, что может это какая-то шутка. Или какая-то ошибка. Но нет. Он работал как раз таки в сфере железных дорог. И так получилось, что произошел такой несчастный случай. То есть в этом никто не виноват. Просто такое бывает. Я просто не представляю, как бабушка это пережила. Причем бабушка рассказывала, что он был такой, самый моднявка. Среди ее сыновей. Такой, самый симпатичный, самый видный. Но, к сожалению, судьба его распределилась так. Бог решил, что так будет лучше. В общем, после того, как мой дядя умер. Мой дедушка впал в депрессию, так скажем. Очень был расстроен для него. Это просто был удар. И, по-моему, через несколько лет скончался мой дедушка тоже. Я никогда не видела свою дедушку. Он умер очень давно. Еще до моего рождения. Моя мама, когда выходила замуж за моего отца, дедушки уже не было. Я иногда смотрю на свою бабушку. Я понимаю, сколько всего она пережила. Не сломалась. Вставала и жила дальше. Поэтому, к сожалению, сейчас мы в городе. Но в деревне, где всю жизнь жила моя бабушка, в этот день они всегда идут на могилу. Я тоже много раз была на могиле. Бабушка читает молитву, общается со своим сыном. Мы когда жили в Саратове, это было очень давно, у нас был дом рядом с железной дорогой. То есть, получается, дом и где-то через 200 метров железная дорога, даже когда ехал поезд, чуть-чуть это чувствовалось, находясь дома. Я помню, один раз сосед наш, ну, не совсем сосед, знаете как? Вот у нас частный сектор с этой стороны. Здесь едет поезд. И вот с той стороны, то есть с той стороны поезда, я не знаю, вы меня поняли или нет? У нас был сосед очень замкнутый в себе. Ни с кем не общался, ни с кем не дружил. Вел себя очень подозрительно, что ли. Все как бы в школе уже начинали там подстебывать его, и вздеваться. Сказать, что он хотел стать девушкой, у него были какие-то женские манеры, нет. Сказать, что он хорошо учился, нет. Он просто был очень сильно замкнут в себе. Ты элементарно что-то у него спросишь, он не ответит, пройдет дальше. Вечно говорил про какие-то духи, которые он видит. Он всегда говорил, что он общается с умершими. Но такое ощущение было, что он просто, знаете, пересмотрел ТВ3 или Битву экстрасенсов и хочет походить на них. То есть, ну не знаю, я как бы скептически ко всему этому относилась. Не серьезно. Такое ощущение, что он несет какой-то бред. Ей-богу. И вот не помню, где-то до 9 класса он где-то отучился. Потом надел свой самый любимый костюм, самый дорогой, так скажем. И просто бросился под поезд в последний момент. А в поезде так, что если даже машинист, он видит, что кто-то бросился под поезд, он не успеет затормозить. Это просто нереально. Такой состав мгновенно, чтобы остановился. очень странный был парень. Наверное, не к столу, но я увидела своими глазами, по-моему, в 11 лет, как его половина тела лежала у рельсов. Для меня это был такой шок. Просто такой шок. Его просто перерезало в области живота. И было просто такое ощущение, что это лежит какой-то макет. Извиняюсь, наверное, не к столу. Потом, вы знаете, как в фильмах мы просто начали анализировать то, что он говорил, как он ходил, что он делал. Я в априори считаю людей-самоубийц очень слабыми людьми. как бы оно не было, как бы сложно тебе не пришлось морально, физически, эту жизнь тебе дал Бог. И только он имеет право отнимать у тебя эту жизнь. Я просто считаю, что это огромный грех. Я лично обожаю жизнь. И при любом исходе бросил парень, произошла какая-то шляпа, долги, нищета. Я хочу жить. потому что имея немножко мозги, всего в жизни можно добиться и любые проблемы можно решить. Как говорится, выхода нету только из гроба. Так что не нойте. Все остальные вопросы решаемы. Кстати, о странных о странных людях. Со мной в классе учился один мальчик. Он был очень странным. То есть он мог так тебя нагрубить просто на пустом месте. Вы просто нормально, мило общаетесь. Он вдруг тебя так нагрубит. Не знаю, повернется, скажет. Вы сидите на математике, например, изучаете геометрию. И он такой тебе бы тоже, говорит, не помешало бы получить геометрию, а то у тебя очень асимметричные брови. Смотрится ужасно. Это такой резко в смысле. Не только это. Мог очень сильно нагрубить. Одно дело, ты конфликтуешь с человеком, и он тебе вдруг хочет нагрубить. Это понятно. Другое дело, у тебя отличное отношение с человеком, ты общаешься, угораешь, и вдруг он решил тебе нагрубить, нахамить. Меня всегда поражало, мне всегда было интересно, может он душевно больной, или просто идиот, возможно у него характер такой. Он просто мог, например, одно дело, изгой, и он как бы боится критики в свою сторону, поэтому забился в уголок, тихо сидит там и помалкивает. Тут дело было вообще в другом. у нас один раз в классе девочку уронило кактус в кабинете биологии. А этот кактус какой-то редкостный был, не знаю, что там. Пришла учительница, начала орать, что кто это сделал, кто это. Девушка не стала признаваться, девочка, точнее, ее парень встал и такой говорит, это я уронил нечаянно. И тут встает этот мальчик и говорит, что ты врешь. И прям при всех говорит, этот кактус на самом деле уронила, вот она. а он просто покрывает ее. После этого его позвали на стрелу. То есть считалось, что как оно не было, ты обязательно должен прийти на стрелу. Даже если тебя там и забьют, что бы ни произошло. А он как ни в чем не бывало, пошел домой. Тот, кто ему забил стрелу, говорит, что ты не пришел. Другой, я никому ничего не забивал. Тебе оно надо, приходи ко мне домой, приходи ко мне во двор и поговори. Куда ты по твоему зову я идти не должен. То есть он был настолько самоуверенным, при этом вел себя крайне неадекватно, мог даже учительницы нахамить. То есть он такой странный был. Но я к чему это все? Недавно я узнала, что он раньше очень увлекался физикой. Недавно узнала от своей бывшей одноклассницы, что он оказывается какую-то премию получил. В общем, сейчас крутые бабки рубит по физике. В общем, он с такими странностями был, но что-то у него получалось хорошо. Многие особо с ним вообще не связывались. Когда у нас был урок физики, он делал замечания учительницы, доказывал ей, что она не знает. Задавал такие вопросы, на которые ответ учительница не знает. Или учительница говорила неправильно. странно. Странные люди вокруг нас есть. Где-то это, возможно, душевно больны, а, возможно, это просто люди, которых мы не понимаем. то есть, я искренне не понимала этого мальчика, который учился вместе с нами. Вел себя как придурок, вот честно. Хамил всем подряд. И учителям, ему было пофиг, там, директор. Однажды к нам должна была прийти проверка, Райяно, или как-то это называлось, еще не помню. Он просто встал и ушел с урока. И учительница, прям приучительнице, она говорит, ты дебил, ты куда уходишь? У нас сейчас проверка будет, ты должен быть на уроке. Ты как раз материал хорошо знаешь. Он говорит, у меня дела, я не могу, досвидули, как хотите. Я наелась. Было очень вкусно. Если в вашем классе или в вашем окружении тоже есть странные люди, то обязательно пишите в комментариях. На этом все, всех люблю, целую, пока.